Здравствуйте! Вы на канале Семейное Дело и с вами Буката Сергей. Пару месяцев назад дочка Аня получила свои первые деньги от YouTube и решила вложить их в присадочный фрезер домино фирмы Festool. Несмотря на то, что канал у нее довольно молодой, первые 500 долларов уже заработаны. Понятное дело, что этих денег недостаточно для покупки присадочника. Ей пришлось доложить недостающую сумму из своих сбережений и купить этот легендарный инструмент. За то, что я разрешаю ей поработать на моем токарнике, она дает попользоваться присадочником. Вот такое взаимовыгодное сотрудничество. Как мы использовали присадочник домино для соединения большой арки, расскажу и покажу в этом видеоролике. Усаживаемся поудобнее и смотрим. Суть проблемы заключалась в том, что был отфрезерован большой арочный декор. Состоял он из двух частей. Сделать его цельным не представлялось возможным. Такая целая деталь просто не помещалась на столе станка. Исходя из этого, было принято решение фрезеровать арку из двух частей. Линия сечения проходит по центру цветка. Нужно было придумать нормальный способ, чтобы соединить эти две части. Вариантов было несколько, в том числе и использование шкантователя мафель. Но хотелось попробовать в деле новый инструмент. Размечаю места для присадки, учитывая рельеф фрезеровки. Разметка совсем не затейливая. Нужно нанести линию поперек стыка деталей. Настройка присадочника также не мудреная. Легко устанавливается глубина фрезерования, ширина паза и отступ от верхней плоскости. Разметка нанесена. Инструмент настроен. Можно приступать к присадке. Смысл технологии при использовании чужого шипа в том, что нужно сделать гнезда в обеих сопрягаемых деталях. А шипы в виде домино или дюбеля, говоря по-другому, изготавливаются или покупаются отдельно. Продуваю отверстия и смотрим на результат. Имеем 4 продолговатых отверстия или, проще говоря, гнезда. Учитывая то, что это первый наш опыт использования этого инструмента, решили пробную сборку сделать насухо. Дюбеля самодельные, сделанные из ясеневой древесины. Для запрессовки используем быстрозажибную струбцину. Ее усилия вполне достаточно, чтобы шипы зашли в гнезда. Результат вполне удовлетворительный. Эта деталь интерьера будет укреплена на высоте около 6 метров от пола. Убедившись в том, что все нормально, разъединяем сегменты арки. Как заправский стоматолог, я с помощью пласкогубцев выдергиваю 4 шипа. Теперь можно наносить клей. Использую ПВА класс водостойкости D3. Клей наношу на торец детали и в отверстия. Забиваю дюбеля. Они у меня прямоугольные. Радиусные скругления на кромках я не делал. Не уверен, но мне кажется, они не нужны. Если есть другие мнения, выскажитесь по этому поводу в комментариях. Клей нанесен. Детали совмещены между собой. Можно делать за прессовку. Использую все ту же быстрозажимную струбцину. Так выглядел этот декор в составе собранного изделия. Если вам ролик понравился, или вы увидели в нем что-нибудь полезное для себя, поставьте лайк. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. На нем будет еще много интересного. Спасибо всем за внимание. До свидания.